О май гад! Соня всё равно тут! О май гад! Соня не бросает YouTube! Может быть, некоторые из вас заметили, что я начала делать английские видео на YouTube. Ну, если честно, я их сначала делала, и потом я русские видео сделала. Так что, в принципе, я предатель английского YouTube. И потому что я хочу расширять мой блог, английский. Пищи людей у меня всегда оставляют комментарии под видео, что они не понимают, о чём я говорю, а хотят смотреть меня на английском языке. Я решила начинать делать какие-то английские видео хотя бы. Многие из вас приняли это, как Соня бросает YouTube. И, в принципе, меня всегда спрашивают, Соня, почему ты делаешь именно русские видео? Потому что я живу в Канаде, говорю по-английски. Очень мало умею разговаривать по-русски, и зачем же я делаю эти видео? Почему я их делаю, я не могу ни одному человеку объяснить, потому что я сама не знаю, зачем я их делаю. Бывают такие вещи, которые ты просто делаешь, и хочешь делать, и всё. Точка. Так же, как, может быть, я не сильно влюбилась в Лондон, но почему-то меня что-то притягивает к нему, и я почему-то всегда туда еду. Так же с этим русским YouTube. Короче, у меня все ногти, блин, разломались. Так вот, ребята, сегодня я хотела вам снять влог, видео, потому что прекрасная погода. В Америке этой зимой была такая вещь, которая называется Polar Vortex. Горячий воздух, который у нас должен был быть, он пошёл туда, наверх, а верхний воздух пошёл вниз. Короче, всё каля-маля, и у нас был холодный воздух. Сейчас, мне кажется, он ушёл, потому что у нас тепло. 17-16 градусов почти каждый день пишется, так что полная штаны радость. И сегодня тоже хотела покататься, потому что, честно, для меня это самая большая радость. Просто днём кататься на велосипеде. Я не могу перестать улыбаться, когда я катаюсь на велосипеде. Я там катаюсь такая... Может быть, люди думают, что это мило, что я катаюсь на велосипеде и вот так улыбаюсь при себе. Так что вот, ребята, еду я сегодня на велосипедик. Хотела вам показать немножко Торонто, потому что... Почему нет? Сегодня на мне кеды волшебные. Леггинсы, которые кожаные. Зачем-то я кожаные леггинсы одела кататься на велосипеде. Ну и ладно. Белая футболка и джинсовая курточка. Поехали. Ну и домик. Интересно. Я уже на велосипеде. Я на пути, короче. Еду я сегодня. Наверное, ветер ужасный, я не знаю точно. Ну, короче, сегодня я еду на Бурш-стрит. Там красивые магазинчики, красивый район. Короче, покажем вам Торонто весной. Да уж. Деревья зеленые остались. Молодцы деревья. Сегодня Сонечка катается в кожаных леггинсах. Потому что она очень умная. И думает, что в коже это самое то материал для упражнений физических. Так что, ну, ваших ноги. Ходите в спортзал в кожаной одежде. Ой. Я уже приставилась. Вы лучше это не делаете. Так. А чего же я хотела вам сказать? Ничего. До свидания. Вот эта улица называется Avenue Road. В принципе, Avenue это есть улица. Так что эта улица называется улица. Улица, улица. Вот это Retirement Home называется. Вот здесь старики должны жить. Пенсионерский дом. Вперед. Вот это автобусы для инвалидов катаются. Там вот дальше видно башню. Эта улица уже называется Edlington. Вот она так выглядит. И на меня смотрят все. Что же эта тетя делает, снимает наш чудесный город. Вот здесь всякие магазинчики есть. Всякие кафешки и так далее. Магазинчики приготовленные. Это заправка у нас такая. Называется Petro Canada. Канада. Я еще чуть-чуть подальше доехала. И это не совсем уж центр города. Здесь всякие квартирчики. Еще чуть-чуть подальше. И это будет моя любимая часть города. А вот здесь сзади какая-то мальчишкиная школа. Такая платная. Я не знаю ни одного человека, который ходит в платную школу. Потому что уровень образования и школ в Торонто вполне хороший, если честно. Так что нет смысла особенно высылать детей в такие платные школы. И платят бешеные цены за образование, когда у нас и так это хорошее. Но там есть какая-то мальчишкиная школа. Супер дорогучая. И впереди есть улица, которая называется Сейнт Клэр. И Сейнт Клэр это типа итальянская улица. Я вам покажу. Итак, вот эта улица называется Сейнт Клэр. И здесь много итальянцев живет. Вот это вот такси. Это вот одна из моих любимых улиц в Торонто. Здесь очень-очень спокойно. И там подальше Йорк Вилл находится. И вот тут вот можно пройти в мой любимый магазин. Холл Фудс. И вот так вот это все выглядит. Любимая моя часть. И вот здесь ресторан, который называется Один. Один. И он дорогой. И тупой. Ну вот так вот. Вот этот вот район называется Йорк Вилл. Это очень хорошее место для шоппинга. Здесь всякие бутики интересненькие есть. И вот этот бутик называется Рейнбоу. Я уже много раз говорила, что когда Мали Сара жила второго, то это был ее любимый магазин. Но имейте ввиду, что когда Мали Сара здесь жила, ей было 12 лет. Так что все, что я скажу. И так вот. Магазинчики всякие интересные. Если вы будете в Торонто, зайдите, если вы девочка, зайдите в магазин, который называется Flippy People. Здесь очень красивые, деликатные вещи очень. Как вам сказать? Я не знаю. Мужейка. В Лос-Свету они всегда красивые стоят. Эта улица называется Camperlman. Здесь тоже очень красивые итальянские всякие ресторантики. Просто очень красиво летом. Машина заградилась. Красота. И вот там подальше все роскошные магазинчики. Вот это вот улица. Хорошенькая. Вот там подальше музеи очень интересные. А так здесь самые лучшие шопы. Вот этот магазин я очень вам советую зайти здесь. Ой, мой. Это был уходный. Блин. Вот этот магазин я вам советую. Бедные мои ручки. И так как я грохнулась и не могла бы вам объяснить, почему я советую этот магазин. Я его советую, потому что здесь всякие уцененные дизайнер вещи. Я купила The Hitches, которые за 20 долларов. Там Nars, Tini можно купить за 2 долларов. Ну, не 2 долларов. Окей. По сравнению с 30. Короче, здесь очень хорошие цены всякие. Уцененные вещи. Я купила мешок всяких вещей, которые я именно искала. И они были уцененные. Так что, да. И, блин, я грохлась. Так больно. Я сейчас на улице, которая называется Янг. И Янг это самая длинная улица на свете. Опять. Я не знаю, если я в фокусе. Извините, ребята. Короче, это самая длинная улица на всем свете. И она продолжается. Идет прямо в центр. Это место, в принципе, как Копи Хаус. Это стереопически канадское место, где кофе пьют. Что еще? Starbucks. Интересно, что они вместе так. Америка. Канада. На улице, которая называется Камбролы, находится один из моих любимых сыро-фиганских ресторанов. Если вы где-то в Торонто, попробуйте этот ресторан. Попробуйте пэд-тай. У них очень вкусная такая паста пэд-тай. Короче, но она сара и веганская. Сделана из зукини. Очень причем вкусная. Я всех туда веду. И всем очень всегда нравится. Эта улочка очень агния. DHL. Но! И вот так вот это место выглядит. Ура-ура! Может мне зайти и спросить их, показать вам что-то? Давайте я зайду. Так, ребята, меня серьезно почему-то потянуло в сон. Я думаю, может быть, потому что я настолько, блин, коленку свою порвала. Блин, сейчас зададут мне. И выздоровление сейчас забирает всю мою энергию, и у меня вообще не осталось энергии на ничего. Так что я еду домой. А-а-а! Какой дом классный! А-а-а! Продолжение следует...